Добрый день, дорогие зрители. Сегодня продолжаем цикл наших мини-лекций, касающихся сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом видео мы разбирали жгучую боль сердца, диагностику, так скажем, основную симптоматику. Сегодня же хотелось поговорить о ишемической болезни сердца. Достаточно распространённое понятие, как в кругу, так скажем, медицинских работников, так и среди пациентов. Объясню почему. Потому что многие пациенты, как бы это ни звучало, с гордостью произносят эту фразу «У меня ИБС». На самом деле, не представляю, насколько всё-таки это серьёзное заболевание, к чему оно может привести, из-за чего оно возникает. В данном видео как раз-таки я постараюсь вкратце, наверное, такими общими понятиями объяснить, что же такое ишемическая болезнь сердца. Для того, чтобы понять, что такое ИБС, я думаю, что нам надо с вами разобраться для начала вообще, что же такое сердце. Сердце всё-таки это мышечный орган, то есть сердце состоит из мышечной ткани. Эта мышечная ткань называется миокардом. Она, конечно, имеет немножко другую структуру, то есть не как, так скажем, мышцы на ноге и на руки, но так или иначе это мышцы. И всё, что от вас требуется, скажем, основное, это понять, что сердце – это мышечный орган, который регулярно сокращается всю нашу жизнь до последнего воздуха. Эта так называемая миокард, или сердечная мышца, естественно, питает кровеносные сосуды. Сердце, как и любой другой орган в нашем организме, должен получать питание из крови. Как раз-таки сердце получает обогащённую кислородом кровь. Сосуды, которые питают сердце, называются коронарной артерией. Многие могут, может, из вас слышали эти понятия. Так вот, ИБС – это такое состояние, которое характеризуется абсолютным или относительным недостатком кровообращения миокарда. То есть нарушается баланс между реальным поступлением кислорода и его потребностями. Другими словами, миокард, или сердечная мышца, нуждается в большом количестве кислорода. Вообще, ишемическая болезнь сердца, она может протекать как остро, так и хронически. Если же мы говорим об острой, так скажем, ишемической болезни сердца, хотя такого понятия не применяется в медицине, но всё же, если же ишемическая болезнь развивается в острой, то, как правило, это проявление острого инфаркта миокарда либо нестабильной стенокардии. О обоих этих понятиях мы поговорим в дальнейших выпусках с вами. Если же ИБС протекает хронически, то это, как правило, проявляется так называемой грудной жабой или стенокардии напряжения. Я постарался вам объяснить, что же такое ишемическая болезнь сердца. Это, конечно, всё достаточно кратко, скажем, и неполно, но для первого представления о том, что же такое ишемическая болезнь сердца, я думаю, этого достаточно. Мы в дальнейших выпусках будем с вами более подробно разбирать конкретные случаи, то есть это инфаркт миокарда, и стенокардии напряжения, также другие заболевания. Но я думаю, что всё-таки нам лучше разбирать это постепенно, плавно, чтобы вы, так скажем, вникали в процесс этот полноценно. Если подвести итог, всё-таки ишемическая болезнь сердца, вот как из названия вы можете, так скажем, этого определения узнать, всё-таки это ишемия. То есть что такое ишемия? Ишемия – это недостаток всё-таки кровоснабжения сердечной мышцы, ну и вообще любой другой, так скажем, любого органа. Ишемия – это недостаток кровоснабжения того или иного органа. Так вот, ишемическая болезнь сердца, всё-таки основной, так скажем, её механизм и основная характеристика – это всё-таки недостаточное кровоснабжение нашего с вами сердца. То есть оно требует, так скажем, определённое количество крови, а при ишемической болезни сердца сердечная мышца получает меньший объём крови. Соответственно, возникает дефицит. И так как сердце у нас объединено с важнейших органов в нашем организме, из-за этого дефицита и возникают все, так скажем, сопутствующие проблемы. Если же этот дефицит, как мы с вами уже определились, возникает резко, быстро и остро, то тогда это всё-таки неотложное состояние, как правило, заканчивающиеся инфарктом миокарда, хотя не всегда, либо протекает постепенно, хронически, так скажем, достаточно длительное время, тогда мы всё-таки говорим о хронической ишемической болезни сердца. Спасибо, друзья, вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. В комментариях вы можете оставлять свои пожелания, в плане того, что какие бы темы вам хотелось осветить. Всё-таки вот такой формат видео я считаю оптимальным. Мы вкратце будем разбирать какие-то коротенькие темы для того, чтобы у вас было лучшее понимание, так скажем, своего заболевания, либо заболевания, может быть, ваших близких, либо вообще просто для общего, так скажем, развития. Это никогда не помешает. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok